АЛЕМЕТИСК Здравствуйте! В эфире программа АЛЕМЕТИСК сегодня. Корреспонденты информационной службы готовы рассказать вам о самых важных событиях пятницы. В студии Ольга Степанова главные темы выпуски. Неблагополучные и социально незащищенные семьи под пристальным вниманием профилактических групп. Чтобы не повторилась беда, случившаяся в Лениногорске. Надо найти выход или обустроить их в другое место жительства в холодное время суток. Или оказать помощь. 6 тысяч выявленных нарушений на двоих. Лучшие автоинспекторы по-прежнему работают в Альметьевске. Когда я ухожу на работу, жена все время желает мне, чтобы вернулся в живом здравом. Под особый контроль взяты неблагополучные многодетные семьи и социально незащищенные граждане, проживающие в частном секторе. Напомним, в ночь с 8 по 9 января в селе Старый Кувак Лениногорского района сгорел дом. На пожаре погибли женщина и пятеро детей. Предполагаемая причина пожара – самодельные обогреватели. В связи с этим в Альметьевске проходит объезд домов, где отключен газ, но при этом проживают люди. Тему продолжит наш корреспондент. Как согреться в доме, где нет газового отопления? Как выжить в 30-градусные морозы? Решений немного. Либо греть дом обогревателями, в том числе самодельными, либо топить дровами буржуйки. Люди выбирают и тот, и другой варианты, что связано с определенным риском. Яркий пример тому – недавняя трагедия в Лениногорском районе, унесшая 6 жизней. Чтобы не допустить подобного в нашем районе, специалисты из полкома района совместно с работниками Управления социальной защиты и сотрудниками пожарного надзора предприняли объезд частных домов, в которых проживают социально незащищенные семьи. В первую очередь заходим в дома, в семьи, где отключен газ и электричество. В таких семьях уж в первую очередь зимой, в холодное время суток. Каждый человек, каждая семья, каждый хочет согреться, находят разные выходы. Если у него отключен газ, электричество, тогда получается или нелегально подключается, или топят дровами печки собственного изготовления. В первых двух домах по улице Советской и улице Чулпан на дверях висели замки. Как оказалось, хозяина дома по улице Чулпан не стало полгода назад. По словам соседей, и газ, и электричество здесь отключены. А в доме по улице Советской, судя по отсутствию следов на снегу, никто не живет. С третьим адресом по улице Лесной в Варсале комиссии повезло. Хозяева оказались дома. В старом деревянном доме проживают четыре человека. Муж с женой и двое детей, 16 и 19 лет. Условия оставляют желать лучшего. Электричество есть, но газовое отопление отключили еще пять лет назад. По словам хозяйки, топят они при теплой погоде один раз в день. А когда температура опускается ниже 15 градусов, приходится топить два раза. Иногда даже ночью. Мы готовим на пропане, а дом отапливается печкой, дровами. Газ подсидеть хотели, но большую сумму запросили. По возможности не было. На вопрос, насколько это безопасно, хозяйка призналась, что страшновато топить. Особенно ночью, когда семья крепко засыпает. Поэтому вот хочу сказать, если электричество и газовая линия отключены от жилого дома, надо найти выход или обустроить их в другое место жительства в холодное время суток. В первую очередь, жителям нужно понять, насколько опасно обогревать дом самодельными печками. Прежде всего, нужно подумать о детях. Но и жить в совсем неотапливаемом помещении зимой невозможно. Так что вопрос о том, как быть в данной ситуации, остается открытым. 9 миллионов квадратных метров. Такую площадь альмитевские дорожники очистили от снега за минувшие сутки. Вывезено более 450 кубометров снега. Что и говорить, цифры внушительные, но некоторые автолюбители относятся к ним скептически. Сетуют, что дороги чистят не везде, а если чистят, то не убирают снег на обочинах. В вопросе разбирался Эдуард Прокопьев. По информации городского управления автомобильных дорог, в городе ежесуточно работает 28 единиц техники. Убирают все улицы, но приоритет отдается дорогам с наиболее плотным потоком транспорта. Центральная часть города, такие улицы, как улица Ленина, улица Шевченко, Фахредина и так далее. Как вы оцениваете работу дорожных служб? Этот вопрос мы задали автолюбителям Альмитевска. И выяснили, что далеко не все довольны состоянием городских дорог. Ты не сказал, что очень хорошо. Ну, в центре обычно чистят, а такие вот маленькие переулочки там не доходят видать руки. Ну, центральные улицы, как всегда, лучше чистят. Центральные. Ну, в принципе, во дворах везде чистят, я думаю. Ежу, можно проехать. В этом году получше, чем в том году. Немного получше. Здесь пошашено, нормально, чищено. И так, вроде, там Фахредина тоже нормально. Ну, так, ну, как, средний. Ну, ехать можно. Скорчка. А так-то чисто. Чисто же у вас в Альмитике. Должен ли на дорожном полотне лежать снег и почему он не убирается с обочин? Эти вопросы также волнуют альмитевцев. Дорожники отвечают. При определенной плотности движения транспорта снежный накат. Слой снега на дорожном полотне должен убираться. Когда интенсивность транспорта в сутки свыше тысячи единиц, соответственно, желательно, чтобы не было никакого наката на проезжей части. В связи с этим стараемся эти требования соблюдать. Вот. И, как бы, применять все необходимые меры для того, чтобы накат не образовался. К слову, плотность движения на альмитевских улицах существенно превышает тысячу в сутки. Так что негодование автолюбителей вполне справедливо. Что же касается снега на обочинах, он действительно там остается. Но и здесь, как говорят дорожники, есть задачи первичные и второстепенные. На самом деле снег на обочинах, я еще раз повторюсь, он образуется в результате того, что во время обильного снегопада полушковым оборудованием, полушковой техникой, когда мы проходим дороги, значит, снег так или иначе, он остается вдоль бордюров, вдоль обочинах. Но затем мы стараемся по мере необходимости все это вывозить за город. Ну и опять-таки, если наступает новый снегопад, то приоритетным бывает непосредственно основную часть дороги брать от снега. А обочины уже бывают второстепенными. Справедливости ради надо отметить, что работе дорожников зачастую препятствуют сами автовладельцы, оставляя свой транспорт на обочинах дорог. В ночь с 18 по 19 января православные верующие отмечают большой праздник – Крещение Господне. В Альметьевске и Альметьевском районе будут оборудованы 4 крещенские купели на городском озере и в селах Новая Михайловка, Ямаши и Ямаш. 18 января освещение купели начнется на городском озере в 21.30, в Ямаше – в 20.00, в Ямашах – в Крещенскую полночь. В Новой Михайловке купели освятят в 6 утра 19 января. Праздничные богослужения пройдут во всех храмах города и района. В Казанском кафедральном соборе оно начнется в 23 часа, сразу после него освещение воды. Утром 19 января после утренней службы во всех храмах также можно будет набрать святой воды. В Татарстане сотрудники наркоконтроля ликвидировали подпольную наркооранжерею в одном из частных домов. Ее владельцем оказался житель Бугульминского района. Как выяснилось, он занимался незаконным культивированием наркосодержащих растений. Владелец подпольной плантации – 30-летний житель Бугульминского района. При обыске территории частного дома в утепленном и специально оборудованном сарае наркополицейские изъяли 40 кустов растущей конопли. Все указывало на то, что злоумышленник со знанием дела подошел к организации незаконной оранжереи. Наркосодержащие растения произрастали в отдельном помещении, где были созданы все необходимые для этого условия. Кроме кустов наркорастений, оперативники изъяли у хозяина дома партию, приготовленную для потребления марихуаны в крупном размере. После экспертизы было установлено, что общий вес изъятого превысил 2 килограмма. Медицинское освидетельство не показало, что наркоделец является потребителем наркотиков, в связи с чем он был привлечен к административной ответственности. В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса. По факту хранения наркотических средств в крупном размере и по факту незаконного культивирования растений в крупном размере, содержащих наркотические средства. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Пострадавших нет, сообщили в пожарной службе Альметьевска. Горел один из расселенных многоквартирных домов по улице Фахредина. О пожаре на первом этаже бесхозного строения сообщили очевидцы. Пожарные расчеты приехали за считанные минуты. Справиться с огнем пожарным удалось за короткое время. На двоих у старшего лейтенанта Губаева и капитана Мухамедзянова 6 тысяч выявленных нарушений правил дорожного движения. Такова статистика их работы за прошлый год. Это не могло остаться без внимания руководства ГИБДД Татарстана. Сегодня автоинспекторы получили достойные награды. Снова лучшими признаны автоинспекторы Альметьевска. Сегодня это два Руслана – Губаев и Мухамедзянов. Напарники работают вместе не так долго, всего несколько месяцев. Но уже успели раскрыть пять преступлений, задержали водителей, которые повторно сели за руль нетрезвыми или состоянии наркотического опьянения. Ну что характерно, в прошлом году весь личный состав ГИБДД совместно с другими подразделениями органов муниципальных дел хорошо поработали, в результате достигнут определенные успехи. На 8,2% у нас в общее сокращение, на 19% почти 20% сокращение погибших. Больше дела – меньше слов. По такому принципу работают напарники. Не привыкли они говорить о своей службе. А сказать есть о чем. За прошлый год старший лейтенант Губаев выявил 3090 нарушений правил дорожного движения, а капитан Мухамедзянов – 2939. Среди них водители, превышающие скорость, не пристегивающие ремень безопасности, а также пешеходы, переходящие дорогу в неположенном месте. Служба нас привлекает тем, что интересно в раскрытии преступлений, задержание лиц, совершающих преступлений, само общение с людьми. Экипаж лучших автоинспекторов наградили переходящим вымпелом и денежным сертификатом. Получили награды и снова заступили на службу. Ведь за порядком не только в городе, но и в районе. Нужно следить каждую минуту. После работы заботливые супруги и отцы торопятся домой. Там их ждут любящие жены и любимые дети, которые волнуются за них. Тебя ждут дома. Дети, семья, детство. Все, вернулся домой спокойно. Мы вовремя. Когда я ухожу на работу, жена все время желает мне, чтобы вернулся живым и здоровым. Получится ли у автоинспекторов стать лучшими еще раз, они пока не знают. Но пообещали, что будут стремиться к этому и дальше работать для спокойствия водителей и пешеходов на дорогах. Илька Махмедянов, Ольга Сепанова, Эдуард Прокопьев, Альмитиск ТВ. В продолжение темы. В России с 15 января вступил в силу закон об ограничении в правах на управление автомобилем должников. Это касается тех, у кого сумма долга превышает 10 тысяч рублей. В первую очередь нововведение коснется неплатильщиков, алиментов и нарушителей правил дорожного движения с просроченными штрафами. По предварительным оценкам, мера может коснуться порядка 300 тысяч россиян. Правило не распространяется на профессиональных водителей, а также на инвалидов. При этом должник должен быть уведомлен о предстоящей санкции. Дети должны стать заметнее на дорогах, особенно в темное время суток. Об этом заботятся не только родители, но и педагоги, воспитатели, сотрудники правоохранительных органов. Автоинспекторы ездят по школам города и района и раздают учащимся световозвращающие фликеры, которые крепятся на верхнюю одежду. В 12 школе более 100 детей получили такие полезные подарки. Мне подарили его мама и папа. Замечательность в том, что тут есть светоотражатели и можно избежать несчастного случая на дороге. Ученица школы номер 12 Дарья Гаврилова признается, у нее самый безопасный рюкзак. На нем есть специальные световозвращающие полоски, которые светятся в темноте. Поэтому водители на дорогах видят девочку издалека. Такие же заботливые родители и у одноклассников девочки. И папа, и мама очень хорошо обо мне заботятся. А в ней мне покупают светоотражатели. Я очень буду рада. Они заботятся о моей безопасности. Заботятся о жизни и здоровье детей не только мамы и папы, но и автоинспекторы совместно с сотрудниками дирекции финансирования программ по безопасности дорожного движения. С прошлого года они ездят по школам города и района и дарят учащимся светоотражающие фликеры. Светоотражающий элемент помогает мне, если я иду вечером домой, если ездит машина, она включается в светоотражающий элемент и машина меня видит. В школе преподаватели постоянно проводят с ребятами уроки, где напоминают о правилах дорожного движения. Учителя сажают за парту и родителей, которым также необходимо знать о том, что в городе и за его пределами их ребенок и они сами должны светиться в буквальном смысле слова. Знакомим с светоотражающими, что есть светоотражающие элементы фликера, где они должны находиться. То есть объясняем, что фликер должен находиться с четырех сторон, это спереди, сзади и по бокам. Наличие фликеров на рюкзаках, тем более полосок на одежде, многократно снижает риск того, что ребенок останется незамеченным на проезжей части. Как рассказали автоинспекторы без светоотражающих элементов, маленького пешехода автолюбителям трудно различить уже на расстоянии 50 метров. При включенном ближнем свете фар без светоотражающего элемента водитель видит пешехода за 50 метров. Со светоотражающим элементом уже пешеход заметен до 200 метров. При дальнем свете фар пешеход заметен водителю без светоотражающего элемента за 100 метров. Со светоотражающим уже до 350 метров. Напоминаем, с прошлого года на пешеходов, которые в темное время суток передвигаются вне населенных пунктов. Без свето-возвращающих элементов автоинспекторы накладывают штрафы. Сумма штрафа составляет 500 рублей. Ольга Степанова, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. И к новостям спорта. В Альметьевске стартовала любительская лига по волейболу среди мужских команд. В торжественной обстановке в присутствии руководства города на старт вышли 12 команд. Целью подобных соревнований является привлечение любителей волейбола к систематическим занятиям, более динамичное развитие массового волейбола и в конечном счете еще более значимые успехи на соревнованиях всех уровней. Уже известны результаты первого тура. В списке победителей оказались команды Альметьевского трубного завода, управление образованием, управление Татнефтегазперработки, Альметьевнефти, команда Ультиматум и команда Нефтяного института. Игру будут проходить до 5 апреля, по вторникам и четвергам. Начало игры в 18.30. Смотрите наши новости и передачи в интернете на нашем официальном сайте. Там вы можете проголосовать за фото понравившейся пары на фотоконкурсе «Свадебный переполох». Конкурс проводится телекомпанией Альметьевск ТВ совместно с Управлением культуры, ЗАГС и Управлением по делам детей и молодежи. Участие принимают пары, решившие связать себя узами брака. Голосование на сайте телекомпании Альметьевск ТВ продлится до 30 января. Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Сразу после выпуска новостей смотрите прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!